Захват дудаевскими боевиками дагестанского города Кизляр оказался для России, погруженной в приятную новогоднюю рождественскую расслабленность, подобен ледяной купели. Мысль о том, что мы живем в стране, где идет война, где бандиты и беззаконие подлинные властители вновь отравляют сознание. История второго года Чеченской войны уже началась, и первая глава уже имеет название – Кизляр. Что там творится, так это, конечно, беспредел. Вот это мое мнение такое. Я считаю, что это тут же проморгали. Если уже один раз такое случилось, то нужно было как-то меры какие-то предпринимать. Безусловно, это террористический акт, который подготовлен был. Приведен, конечно, он без тяги к правил чести, потому что захват женщин, детей больных – это, я считаю, что надо дорешиться. Вы знаете, очень стыдно, очень стыдно, что в конце 20 века еще люди воюют. Надо, я не знаю, я не знаю даже, ну, я понимаю и тех, и других. Надо дать Чечне свободу самоопределения, потому что война не нужна никому, Чечня не нужна никому. Я бы так так сделал, на мой взгляд. Железные кордоны не надо ничего. И пусть бы они жили, мы жили бы, как говорят, нормально, чтобы не гибли люди. Политические интересы не стоят жизни даже одного человека. Я не могу понять, как так можно довести до такого состояния всю страну, что преступники уже, настоящие преступники, террористы, они руководят нашей страной. Командуют, диктуют нам волю, целой стране диктуют волю свою. Почему это происходит? Что делать? Абсолютную рецепту дать невозможно. Единственное, что я считаю, что у нас потеряно уважение к закону. Жесткое, четкое, справедливое отношение к закону. Решение может быть только за президента страны, поскольку он и гарант Конституции у нас, и гарант наших прав, в том числе он верховный главнокомандующий. Мнение петрозаводчан, и тех, кто знает о чеченских событиях только из сообщений прессы, и тех, кто подобно Сергею Фокину и Сергею Куликаеву, бывали на этом фронте, конечно, не изменят ситуацию. Однако эти голоса необходимы, чтобы зазвучало веское слово всей России, которая все-таки не желает оставаться заложником.